Ребят, ну что, справедливость восторжествовала. Вы помните, наверное, несколько дней назад в Москве произошла жуткая трагедия. Зарезали парня, 24-летнего Кирилла Ковалева. Это сделал мигрант из Азербайджана, которого звали Шахин Аббасов. Он тогда попытался скрыться в Ростовской области со своим братом, но их в итоге поймали и доставили обратно в Москву. И в итоге в СИЗО на два месяца сейчас отправили самого Шахина, его брата, который ему помогал скрываться, его дядю, его папу, еще двух братьев, которые находились рядом в момент убийства. Но вы представляете, до сих пор семье, которая потеряла своего сына, русской семье, до сих пор продолжают поступать угрозы от родственников, которые на свободе. Отца Шахина Аббасова зовут Низами, и он пытался в первые дни, в первые часы загладить свою вину, точнее вину своего сына деньгами. Он предлагал очень большие деньги семье, но те отказались, потому что они хотели настоящего и тяжкого последствия для всех, кто к этому причастен. Оказывается, сам папа этого Шахина, которого зовут Низами, он жил в Москве и в России вообще нелегально. Те 72 миллиона рублей, которые у него нашли в квартире, он сказал, что накопил честным трудом за многие годы и обычно хранил эти деньги в квартире. Но оказывается, во время побега именно он финансировал своего сына, то есть он ему как-то переводил деньги на карточку, и еще и контролировал и корректировал, куда ему нужно было скрыться. Единственный из всей этой семьи официально зарегистрированный человек в России, это именно дядя Шахина Абасова, но именно он пытался давить на родственников парня Кирилла Ковалева и говорил, чтобы те изменили свои показания. Ну а братья, они тоже не зарегистрированы, их зовут Шахран и Исахат, они как бы проходят как пособники, то есть те люди, которые находились в непосредственной близости с местом преступления и ничего для этого не предприняли, для того, чтобы остановить этот беспредел. Я считаю, что это справедливое наказание для всех членов семьи, кто как-то прямо или косвенно был причастен к этой трагедии, но представляете, сколько у них еще родственников остались, которые не находились в эпицентре, которые не в подозрении, и что они теперь могут сделать с этой семьей погибшего мальчика. Вот, например, один из родственников, который был в зале суда, и после суда посмотрите, как он общается с журналистами. Брат, я не знаю... Почему прячешься? Вам стыдно за брата? Да, по-стыдно, блядь, вам тоже стыдно. Ну, хочу понеслываться. Как относитесь по службе? Человек неадекватный, человек матерится, человек два раза пытался у репортера выбить телефон. Вы представляете, что у него может быть в голове, и как он начнет сейчас мстить? Я считаю, что здесь тогда нужно прям всех сразу же отправлять. Просто, даже не за решетку, а домой. Если у людей регистрации нету, то чемодан, вокзал и домой. Не знаю, может быть, это, конечно, покажется некрасиво или жестко с моей стороны сейчас, но когда все-таки обижают моих людей, я должен каким-то образом отреагировать. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Кузьминов. И если вы хотите прокачать ТикТок, пишите мне в комментарии «Хочу прокачать».